Вопросы трудоустройства выпускников обсудили первый заместитель министра труда страны Алексей Вовченко и руководитель Роструда Всеволод Вуколов в рамках рабочего визита на Чебоксарский электроаппаратный завод. Одно из самых важных направлений инвестиционной политики предприятия – обучение и повышение квалификации собственных работников. Несколько лет назад на ЧАЗе был создан ресурсный центр. Работники предприятия могут повысить свою квалификацию, а студенты профильных вузов познакомятся с будущей специальностью. Обязательно нужно такое обучение, чтобы студент не был брошенным в процессе обучения. То есть, когда он учится и приходит сюда на четвертом или пятом курсе, и уже конкретно знает свое рабочее место, конкретно знает, чем он будет заниматься, быстрее проходит некий адаптационный процесс, который требуется любому пришедшему на новое место работы. То есть, после окончания вуза он уже готовый специалист. Сейчас на обучении в ресурсном центре находятся группы из 30 человек, и все они мечтают пойти работать на ЧАЗ. Я решила пойти работать на ЧАЗ, потому что это одно из ведущих предприятий Чувашия. А так как я учусь в сфере именно энергетики, то это соответствует моим запросам. А обучающие курсы отличаются главным образом тем, что меньше теория. То есть, мы больше видим, больше изучаем и конкретно вникаем в суть нашей профессии. Вникнуть в работу ЧАЗ, заранее уже узнать в боевых условиях, что здесь как. И хорошо, что мы в теории ЧГУ изучаем, но нам же на заводе знать, видеть, как все люди работают, в каких условиях они работают, с каким оборудованием мы будем сталкиваться. Интересное оборудование, которое в ЧГУ чуть более устаревшее, здесь все самое новое, все инновации здесь. Предприятие не просто знакомит с производством в дополнение к студенческой стипендии, ЧАЗ выплачивает вознаграждение. Ударником одна тысяча рублей, а отличником пять. Заместитель министра труда России Алексей Вовченко познакомился с деятельностью ресурсного центра и высоко оценил его результаты. Приятно, когда находишься на стабильном, понятном предприятии, которое знает, что делать, знает, как делать, имеет планы своего развития и производственной деятельности. И, безусловно, основа этой деятельности в том числе как раз таки те, кто в этом ресурсном центре находится. Это будущие работники, это будущие кадры, подготовки которых предприятие само изначально также принимает участие. Такая работа должна быть продолжена, а опыт распространен и на другие регионы, заметил руководитель федерального министерства Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.